МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несмотря на небольшую паузу, программа «Закон и успеха» очень громко возвращается, так как у нас в студии сегодня очень громкая личность. Итак, друзья, встречайте пастора нового поколения Алексея Ледяева. Я бы хотел вас спросить, вот что для вас, как выглядит настоящий лидер? Если говорить о лидерстве, конечно, это фундаментальная тема, и, на мой взгляд, это основа всего человеческого развития. К великому сожалению, сегодня приходится признавать, что и в политическом пространстве, и в религиозном пространстве просто очевиден лидерский кризис. Буквально недавно ко мне приезжал пастор Джеффри из Фредерсбурга. Это буквально 30-40 километров от Белого дома. Я спрашиваю, ну как насчет президентства? Кто у вас лидер? Он говорит, к сожалению, такая великая страна, такие великие ресурсы, и так мало настоящих лидеров, которые бы могли всю эту державу, империю, вот эту страну возглавить. Это, говорит, катастрофа. Люди есть, а лидеров нет. И мне кажется, это какой-то дух времени. Дух времени. Эпоха Рузвельтов, эпоха Черчилля, эпоха Сталина, пусть с плюсами, с минусами. Эпоха сильных лидеров как-то вот... Закончилась? Как-то вот остается почему-то в прошлом. Сегодня так мало этих ярких личностей, которые бы просто за собой вели. Конечно, есть бренды. Я не против. Есть Jesus Cultural, есть I Hope, есть Hillsong, есть многие другие бренды. Но вот лидерство, мне кажется, оно под мощной атакой. И, несмотря на все это, сначала диагноз, я все-таки считаю, что мы должны добиваться сильного, принципиального и стратегического лидерства. Для меня это и фундамент, для меня это и решение проблем, для меня это вообще-то стратегическое развитие. Я как-то слышал от вас такое, можно сказать, с одной стороны, смелая, наверное, дерзкая мечта. У вас осталось тысячи церквей по всему миру и все такое. Кстати, сколько сейчас у вас в вашей ассоциации церквей? Видение нового поколения базируется на трех китах. Оно остается уже неизменным в течение 27 лет. Кстати, в этом году движение нового поколения исполняется 27 лет. Оно вообще динозавры. Мы живем столько, сколько уже некоторые люди вообще-то не живут. Так вот, три фундаментальных откровения, которые лежат в основе нашего видения. Первое, что новое поколение станет матерью тысячи мега церквей по всему миру. Оно остается. Второе, это восстановление скини Давида. Это праздники поклонения. Это творческая лаборатория, которая должна, на самом деле, представить миру настоящих поклонников, которые сочетали бы в себе и профессионализм, и помазание. И третье, это христианизация, общество по вертикали или возрождение царственного священства. Так вот, что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день новое поколение как движение насчитывает около 400 церквей. В начале мая старший епископ нового поколения Андрей Тищенко собирает все церкви нового поколения на Днепропетровский стадион, где несколько лет назад выступал Бенихин. И планируется пригласить туда порядка 20 тысяч людей только нового поколения. Поэтому на сегодняшний день у нас где-то порядка 400 церквей, осталось 600. Мы остаемся верны этому откровению и очень тщательно работаем над школой лидерства. То есть это откровение? Откровение. Это не просто желание, это фундаментальное откровение, которое лежит в основе служения церквей нового поколения по всем регионам. И в Беларуси, и в России. Я понимаю, что разные условия от конфликт России и Украины накладывают свой отпечаток. Я думаю, вы даже в Америке видите этот какой-то сумасшедший синдром, когда люди ссорятся, когда люди что-то делят. К чему я это говорю? Я говорю, что несмотря на то, что разная политика, разное экономическое положение, все-таки адаптируя это откровение к местным условиям, у нас в каждом регионе есть школы лидерства, миссионерские школы, пастырские школы, где готовятся именно эти лидеры. Возвращаясь опять к лидерству, лидерами рождаются или встают? Раньше я думал, что ими становятся. Но сейчас я более склонен к тому, что ими рождаются. С чем это? Смотрите, подходите к песочнице. Вот такие мелкие люди, завтрашние руководители, завтрашние работники, завтрашние летчики и так далее. И ты видишь, кто лидер, а кто не лидер. Стоит какой-то один мелкий, забрал у этого игрушку, этого выгнал. Он родился таким. Это характер. Это какая-то совокупность генетических каких-то характеристик, которая уже в детстве его определяет как лидера. Хотя для меня лидер, лидерство, оно разных, лидерство для меня это палитра разных портретов. Есть лидеры первого звена, стратегические лидеры, которые ведут за собою, ну, всю корпорацию или все движение. Есть лидеры второго звена, которые устраивают инфраструктуру. Это тоже лидерство. И есть лидерство, которое домашние группы. Это тоже лидерство. Но там лидерство имеет некие какие-то другие характеристики. Поэтому считаю, что лидерство во всем своем многообразии все-таки это генетическое наследие, которое необходимо развивать. Как вы, по-вашему, ваш опыт, как вы избираете лидеров или избирали лидеров прошлого? Ой, вы знаете, избирать лидеров, это в идеальных условиях можно, когда на одно место 10 кандидатов. А когда у тебя на 10 мест один кандидат, там выбирать не приходилось. Кто там берешь, кто бы ни был, пожалуйста. И там сам играю, сам паю, сам билеты продаю. Вот это лидерство наше в начале было. Я вспоминаю, когда ни лидера прославления не было, ничего. Программировал Roland D20, сам программирую. Включаю, бегаю, что-то с микрофоном. Потом проповедую. Хуль, по необходимости. По необходимости. Это когда в Microsoft, там, пожалуйста, на ключевую роль, где-то, скажем, 25 кандидатов, и сидит топ-менеджер так. Это ты не подходишь, ты не подходишь. А в церкви кадровая проблема, мне кажется, существовала, существует и будет существовать. Даже Христос сказал однажды, говорит, работы много, а делателей мало. Поэтому здесь, знаете, методом проб и ошибок. Это просто по необходимости. Берешь, делаешь. Получается, молодец. Не получается, ну терпи, брат. Терпи, казак, атаманом будешь. И, как Ленин сказал, кадры решают все. С вашим ответом я понял, что вы огорчили многих или огорчите. Потому что, ну, человек, если, если человек рожден быть лидером и не рожден, то, в принципе, как бы для того, кто считает себя не рожденным лидером, то он, в принципе, и стараться не будет. Зачем стараться, если, возможно, я не рожден лидером? Стоп. Вы подумайте на секунду, Николай, если все генералы без солдат. Без солдат, да. Да. И мы сейчас говорим, ты лидер, я лидер. Подожди, а кем я руковожу? Оказывается, все лидеры. Оказывается, руководить некем. Вы знаете, хорошему лидеру нужна хорошая команда. Тех, которые способны будут подчиняться. Тренер. Не все тренеры. Посмотрите на футбольное поле. Представляете, если там было 40 тренеров, лидеров и ни одной команды. Здравствуйте. Лидеров всегда меньше, чем тех подчиненных или исполнителей, которые должны быть. Я считаю, быть исполнителем – это не оскорбительно. Иметь хорошего руководителя – это не означает, что я ему должен завидовать и пытаться занять его место. Я считаю, если у нас есть откровение о цели, если у нас есть понимание смысла той работы, которую мы делаем, и мы понимаем важность корпоративной работы или командной работы, то здесь никто не будет бороться за позиции. Здесь все будут бороться за командный результат. Вот я недавно ставил проект «Ковчег Завета». Я понимаю, что в какой-то степени в этом проекте я лидер. Я автор. Писал музыку, либретты и так далее. Но я понимаю, что мне нужен режиссер. Я ему отдаю полномочия, но что понимаю, то, что я могу делать, он не может. И все, что я не могу делать, он может. Понимание конечного результата работы поставить все на места. И я доверяю. Ну-ка, один почитай выше себя. Почему? Но что то, что ты не можешь делать, может делать другой. И мы должны доверять и считать, что ты лидер в хореографии. Да так сделать танцы такие, чтобы они просто людей с ума сводили. А это руководитель по вокалу. И он собирает всех исполнителей и говорит, вот здесь мы должны сделать просто самую потрясающую вокальную аранжировку. Он лидер над вокалистами. Этот лидер над хореографией. У нас были потрясающие видеоряды. Там лидер, это тот, кто сидит на экране и монтирует потрясающий видеоряд, чтобы он соответствовал. Вот что такое лидерство. Когда ты поймешь, что если церковь Божья, это структуры, в каждой структуре есть лидер. Взаимодействие структур – это мудрость во имя общего успеха. И поэтому здесь, мне кажется, когда сегодня видишь лидерские скандалы, перепитий, вот эти ссоры, это просто говорит о том, что люди недалекие, и они не видят конечной цели, которая бы их грела, которая бы их окрыляла, которая бы их вдохновляла. Какая разница, в какой роли мы вместе в команде достигнем успеха. Тело – это совокупность органов, и голова у нас одна. Это Иисус Христос. Когда мы подчиняемся в любой роли, я думаю, будем счастливы в любом случае. Поэтому я бы не хотел никого разочаровывать, особенно тех, кто не знает, кто Он. Сидеть в чужих санях – это большое проклятие. Тащить чужую работу – это ужасное время. И занимать кресло, которое тебе не принадлежит, это, ну, она будет катапультой для тебя. Поэтому есть первые, есть вторые, есть те, которым надо быть на передовой, есть те, которым надо обед готовить, есть адъютанты, есть генералы. И мы должны от Бога получить, вообще-то, откровение о самом себе. Ну вот напрашивается вопрос, как это все-таки понять свое призвание? Очень хороший вопрос. Смотрите, Иисус однажды сказал, «Царство Божие подобно купцу, который купил поле, и вот на этом поле были сокрыты сокровища». Мне кажется, каждый из нас, он рождается уже с талантом. Почему я говорю о врожденном качестве, лидерстве или какого-то таланта? Мы рождаемся с генетическим наследием. Господь закладывает изначально талант. Даже когда он творил ангелов, он уже изначально говорил, что это будет Михаил Архангел, это войн, он будет генерал армии. Он туда уже вкладывал все необходимые качества, чтобы он, ну, руководил, был лидером вот в этой сфере. Люцифера он творил, закладывая в него тонкие материи, поэзии, творчества, музыки, искусства и все такое. Диэчел, когда творил, Архангел Гавриил, там, ангел почту, чтобы он докладывал вовремя все. У него там свои почтовые заморочки были. Так вот, когда мы рождаемся, я абсолютно убежден, талант, мы рождаемся с талантами. Образование никому таланты не раздает. Библейские школы никому таланты. Господь раздает таланты. И наша мудрость, мудрость нашей веры заключается в том, чтобы однажды от Бога узнать, Бог, кто я? Это вопрос всех вопросов. Родители Ноя думали, что он будет, помнишь, назвали его Ной, потому что думали, что он будет помогать им обрабатывать землю, которую проклял Господь. А Господь говорит, нет, он будет строить корабли, которые не будут тонуть. И вот мудрость жизни заключается в том, чтобы и родители, и дети договорились между собой, и вообще с Богом договорились, кто он. Потому что самое великое счастье, если по большому счету заниматься любимым делом и за это еще деньги получать. Даже если не будешь получать. Это твоя стихия. Человек, который нашел себя, он как рыба в воде. Он летает, как птица там в небе. А почему несчастные христиане многие? Почему скучные церкви? Почему такие какие-то озабоченные люди? Они в чужих санях. Они не знают, кто они. На лбу вопрос, кто. Ты занимаешься не тем, сапожник, там пироги печет, а этот самый повар начинает что-то сапогами заниматься. Я считаю, первое откровение, которое мы должны будем говорить, Господь, кто я? Если бы вы спросили Иоанна Крестителя, ты кто? Он бы сказал, я глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господа. Если бы вы Анну спросили, Анна, ты кто? Он бы сказал, я жена скорбящая духом. Я хочу родить для Господа и посвятить. Вот мне кажется, в церковь сегодня должна вернуться вот эта какая-то горячая волна и богоискания, и самопознания. Потому что до тех пор, пока мы не познаем, кто мы, спортсмен, хирург, политик, пастор, левит, хаос и бардак не закончатся. В последнее время я люблю молодых людей спрашивать, ну, задавать вопрос. Вот сидит молодежь. Я говорю, можно вопрос? 14, 15, 16, конечно. Кем ты хочешь стать? Знаешь, что меня страшит? Что? Тупизна. Сидит симпатичная девочка, 14, 15 лет. Ой, хочу закончить школу. Ну, а дальше видно будет. Печально. Когда из 10 человек, только 2 или 3, они внутри себя обнаруживают мечту, которая бьется. А мечта – это голос таланта, который Бог заложил в человеке. Талант имеет голос. И этот голос – есть внутреннее побуждение, желание. И парень сидит, я говорю, слушай, а ты на Аршавина такой подтянутый, такой накачанный. Я говорю, а ты кем хочешь стать? Он говорит, а я хочу прославить Господа победами на футбольном поле. И я сейчас, говорит, занимаюсь в футбольной команде «Сконта». Ну, это престижное. И через месяц я еду в Германию. Потому что на меня обратили внимание. И меня берут в европейский футбольный клуб. Вот знаешь, когда я смотрю вот на этих целеустремленных молодых людей, у них нет вопроса петь, играть. У меня есть мечта. А мечта, опять же, это энергетика таланта. Я буду футболистом. У меня, говорит, будут две майки. Одна сверху будет, ну, с названием клуба. А внизу Иисус Господь. И когда я вижу, знаете, у меня слезы пробивают. Я думаю, вот они найдут себя. Они будут настоящими лидерами. Еще одна девочка. Я говорю, а ты? Она говорит, я хочу быть врачом. Каким? Пластической хирургии. Я говорю, а почему ты решила идти туда? И она рассказала историю. Говорит, лет десять назад я попал в аварию. И лобовое стекло, разбившись, мне посекло все лицо. Мое лицо было просто изуродовано. И когда, говорит, мама меня повела к врачу, и когда мне сделали операции, мое лицо изуродовали еще больше. Я, говорит, прошла через пять операций. И я, говорит, приняла решение. Я буду пластическим хирургом, чтобы помогать людям не попадать в вот такие вот ситуации. Вот что мы должны сегодня воспитывать, если говорить в церкви. О чем мечтаешь? Какие у тебя желания? Не просто вот абстрактные эмоции, а возрождение мечты, которое проистекает из того таланта, который Бог вложил в человека. Вот это, мне кажется, корневище лидерства. Можно ошибаться в мечтаниях? Конечно, можно. Библия говорит, что всего испытывайте. Хорошего держитесь. Попробовал бизнес, попробовал то. Кстати, вы знаете, фаундерсов Макдональда? Знаете, что эти парни сначала занимались в театре. И они видели свою карьеру вообще-то на театральных подмостках. И они были в Лос-Анджелесе, и им так хотелось как бы стать звездами. И когда появились первые фастфуды, вот рестораны фастфуды, им принадлежит изобретельня Drive-In. Они говорят, как бы сделать так? Они переключились, они занимались театром. А потом говорят, а давай попробуем. Ошибка, не ошибка, все испытывайте. И когда они переключились на этот бизнес, поперло и на весь мир. Поэтому я считаю, что мы не должны бояться пробовать то, чего ты никогда не делал. А вдруг получится? А вдруг это твоя судьба? В Лос-Анджелесе есть такой революционный центр, называется Dream Center. И возглавляет его Мэтью Барнетт. Мне довелось быть там, там где-то под несколько тысяч реабилитантов. 800 человек ждет очередь в течение года. И когда я с ним разговаривал, главный вижен, вот в чем суть вашей работы, он говорит, ты знаешь, восстановление личности начинается с восстановления мечты. Вот почему наш центр называется Dream Center. Говорит, мы здесь восстанавливаем проституток, гомосексуалистов. Мы здесь восстанавливаем наркоманов, маньяков. У нас есть договор с губернатором Лос-Анджелеса, что когда из тюрьмы выходят вот эти закоренелые бандиты, договор, пусть они пройдут через ваш центр. И я не забуду этот день, когда Мэтью Барнетт, нашу команду, на экскурсию привел вот в этот центр. Вокруг нас стояли вот такие девочки, вот такие мужики. И они рассказывали, почему они оказались здесь. Каждое свидетельство, это просто, просто сердце рвется. И Мэтью Барнетт говорит, первый разговор с новым реабилитантом начинается, о чем ты мечтаешь. И если нам удастся человеку познакомить с той мечтой, которую Бог для них приготовил, это уже начало. Говорит, я мечтаю отомстить, я мечтаю похудеть, я мечтаю то, я мечтаю то. А когда человек встречается с мечтой, которая от Бога приходит, вот здесь начинается восстановление, потому что по отношению к дарам и талантам, которые Бог вложил в человека, строится судьба. Ну, помнишь притчу? Не по отношению к окружающим людям, я дал тебе таланты, ты пустил их в оборот. Этот вопрос звучит каждому из нас. И чтобы стать настоящим лидером или служителем, ну, на любом уровне, мы должны знать, сколько талантов вот здесь вот у нас, и пустили ли мы их в оборот. И горе нам, если это талант, мы тупо закопали в землю и просто ныли и говорили, у него есть, у него есть, а у меня ничего нет. Поэтому считаю, что самопознание и откровение о собственном призвании, кто я от Бога, мало ли кто мне будет говорить, мало ли кто тебе будет говорить. Главное свидетельство надо получить от Бога, кто я. Ведь судьба человека в руках Господа. Как его получить? Как его получить? Ну, лица надо. Какой-то голос внутри или что это? Смотрите, во-первых, Бог производит в нас хотение и действие. Первое, следить за желаниями. Каждый талант будет искать свою стихию. Вот у меня три дочери. Мария. Когда она была еще мелкой, она подходила к фортепиано, я ее не заставлял. Дар будет искать и себя проявлять. Она подходила к этому пианино и по 10 минут стояла и что-то играл. Талант ищет свою стихию. Вторая, Татьяна, она любила куклы, она любила танцевать, все такое. И ее никто не сожрал перед зеркалом, ну, вроде девчонок. А Настя это философ. Она сидела и писала. Семь или восемь лет она уже писала зарисовки жизненные. Дружба бывает разной. Настоящей и ненастоящей. И там что-то про хомяков писала. Когда они росли, мудрость, мудрость родителей заключается в том, чтобы не помешать обнаружить, обнаружить, куда тянет. И что вы думаете, старшая дочь у меня закончила Беркли, живет в Бостоне, поет великолепно, имеет уже свою школу. Вторая дочь, Татьяна, она закончила школу актерского мастерства в Нью-Йорке. Она актриса и сейчас режиссер. А Настя, она работает в Останкино. и сейчас она занимается, она является главным менеджером пяти научно-популярных фильмов. Она на своем месте. И я, как отец, я благодарю Бога за то, что они счастливые. Они счастливые, потому что вот этот дар, который открылся, они указали им место под солнцем, указали им профессию, указали им призвание. Они все счастливые. Им не надо быть похожим на кого-то. Поэтому для меня сейчас, на самом деле, как если начался разговор у нас лидерства, вопрос всех вопросов, кто ты, с кем я имею дело. Против каждой имени и фамилии должна стоять профессия. Я пастор Алексей. Мне это приятно. Алексей пастор Алексей. Когда почувствовали, что вы в призвании? Я почувствовал это когда стал первый успех. Как бы сказать, когда начал вкушать первый успех. Дар приносит удовлетворение. талант, который привел на правильную площадку, он дает тебе чувство настоящего удовлетворения. Спортсмен бегает. Вот недавно пастор из Красноярска говорит, я начал год назад марафоном заниматься. Это что? Да, присаживай, 11 километров, 19 километров, 30 километров, 42 километра. В мае он участвует, он сам живет в Красноярске, а участвует в марафоне в Латвии. и он получает удовольствие от этого. Бог хочет, чтобы всем были счастливыми, но мы будем счастливыми при условии, если мы поймем, какой у нас талант, где наша стихия, и когда мы будем видеть успех и результат, на самом деле мы будем счастливы, и люди вокруг нас будут тоже счастливы. Что такое успех для вас? Я знаю, что для каждого человека каждый может объяснить по-своему, но для вас что такое? Вот для меня этот вопрос он сразу идет как дубль, что такое счастье, что такое успех, потому что для меня эти понятия они такие родственные. Что такое успех это способность воплотить в жизнь свою мечту, а счастье это способность радоваться своему успеху. не все успешные люди счастливые, но все счастливые люди успешные, потому что я обнаружил, что наш Бог, он и успешный, и счастливый. Почему? Потому что нашему Богу удалось воплотить в жизнь свою мечту, и сказал Господь, да будет свет, и сказал Господь, да будет земля, и да произрастет, и отошел, слово стало плотью, то есть Бог воплотил свою идею в жизнь, отошел, успешный Бог отошел, и сказал, весьма хорошо, мало ли кто что-то еще может сказать, но я доволен тем, что у меня получилось. Так вот, последняя фраза, это дефиниция счастья, когда я буду наслаждаться тем, что я сделал, мнение окружающих, я умоляю, самое главное, чтобы ты был удовлетворен тем делом и тем успехом, который у тебя есть. Что вас мотивирует больше всего? Знаете, смысл жизни заключается в том, чтобы осуществить внутреннюю мечту, я живу от мечты, я даже могу сказать еще одну вещь, что исцеление это мощная энергия, которая проистекает из цели. Человек, у которого есть в жизни цель, он не болеет. Отвечаю. Вау. Человек, у которого есть цель, он внутренне мобилизирован, ему некогда болеть, вся установка, внутренняя установка на процесс, который поможет ему эту цель достичь. человек, у которого нет цели, он только и болеет, потому что мотивации нету. Апостол Павел говорит, забывая заднее и простираясь вперед, я стремлюсь к цели. И вот мне 60 лет, буквально 10 марта отпраздновал. И казалось бы, и что, столько неосуществленных планов, я живу тем, что когда утром встаю, какие-то там поэмы, стихи, какие-то проекты, какие-то планы, это великое счастье. Ну что это, как сказать, это божественная сущность, он каждый день творит все новое. Он каждый день придумывает какие-то новые проекты. И когда ты с Богом в содружестве, то Бог тебе покоя не даст. Хоть он говорит, я дам вам покой, это так для начала, а потом так загрузит. Такими откровениями, такими планами, что думаешь, еще бы, еще бы лет сто, и мы бы осуществили свои планы. Меня мотивирует осуществление тех идей, той мечты, которая будет удоражиться внутри. К большому сожалению, время очень быстро идет, очень хотелось бы еще больше пообщаться. Последний вопрос, о чем вы больше всего жалеете? Жалею больше всего о том, что в течение жизни по той или иной причине причинил кому-то боль неоправданную, причинил кому-то скорбь, за что очень сожалею. Потому что считаю, что наша судьба приносит людям счастье, радость и утешение. Но в силу каких-то может быть нелепых, несовершенных обстоятельств сожалею, что кто-то плакал от меня, от моих слов, от моих поступков, именно об этом сожалею. Спасибо за такой искренний диалог. Друзья, с вами мы прощаемся. До скорых встреч в эфире. субтитры субтитры